Донские школы безопасная среда. Школьные системы безопасности проверяют к первому сентября. Туда идут только те, кто действительно любит собак. Профессия кинолог. Кто он и как им стать? Самое популярное направление в университете третьего возраста – курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас на телеканале Дон-24 в передаче «Пусть меня научат». Это программа для тех, кто собирается учиться, что, как известно, никогда не поздно. Здравствуйте! Лежать, сидеть, голос – простые команды, которым собачники привыкли обучать своих питомцев. Но для профессиональной службы собаки необходимо знать намного больше, а значит заниматься с ней уже будут специалисты. Есть такая профессия – кинолог. Сами кинологи считают, что это не профессия, а призвание. Ведь в этой сфере надо не просто уметь что-то делать, а именно любить это делать. Без любви и понимания этих животных профессионалом не станешь. Терпение и спокойный характер – тот самый набор качеств, которыми должен обладать кинолог, чтобы обучить питомца. Готовят собак по разным направлениям. Одни, к примеру, ищут пропавших людей, другие – наркотические или взрывчатые вещества. А вот для самих кинологов такого разделения нет. Один специалист может работать сразу с несколькими собаками. Собака, как и человек, должны получить первоначальные навыки обучения. В нашем случае это курс общего послушания. Это необходимость в управлении поведением животного, его понимании поведения животного, как с ним действовать, как с ним работать. Легче, конечно, обучать щенка, но бывает приходится браться из-за трехлетнего пса. Первые команды – это движение рядом, посадка, укладка, выдержка, голос. Но сначала нужно установить контакт с животным и добиться взаимопонимания. Для этого пригодятся знания психологии животного, анатомии, физиологии, питания и индивидуальных особенностей. Змейка! Хорошо! Змейка! Хорошо! Змейка! Хорошо! Змейка! Хорошо! Змейка! На обучение поиску наркотических средств необходимо минимум полгода. Но за это время в реальных условиях собака работать не сможет. При дрессировке каждого четвероногого нужно по-своему стимулировать. Одни, например, любят вкусно покушать, другие – поиграть в мяч. Недружелюбный и серьезный, на первый взгляд, сар-сар в душе очень веселый и игривый. Тренировка всегда заканчивается позитивно, всегда заканчивается нахождением искомого объекта, удовлетворением потребностей животного, получением игрушки, получением пищи, получением удовольствия с общением с хозяином. Этим заканчиваются все тренировочные занятия. Соответственно, практические занятия не всегда могут закончиться таким же образом. Трудности, с которыми может столкнуться новичок – отсутствие опыта. Только после дрессировки нескольких собак специалист может по праву назвать себя кинологом. Работу с собаками предлагают в силовых структурах, на таможне, в МЧС, в питомниках и собаководческих школах. Набирается опыт при выезде на места происшествий, при реальном применении служебной собаки. Вот там все кинологи сталкиваются, наверное, с большими трудностями. Именно в реальных местах происшествий. Потому что либо нет возможности для применения собаки, либо достаточная давность срока совершения преступления. Самый главный плюс профессии – это взаимоотношения с животным. Ведь собаки любят своего хозяина даже больше, чем себя. Такую любовь кинологи чувствуют. Из минусов – ответственность за своего четвероногого питомца, постоянные переживания о его здоровье и жизни. В Ростовской школе служебно-розыскного собаководства готовят кинологов по направлению. Предлагают либо начальную профподготовку, либо переподготовку. Но только действующим сотрудникам полиции. Программа обучения включает в себя большое количество направлений. Это и психология собаки, это и ветеринарная подготовка. Это подготовка не только собак, но и сотрудников полиции. Это изучение закона о полиции, действующей нормативной правовой базы законов Российской Федерации. Образование кинолога на Дону предлагает Константиновский техникум агро-технологий и управления. Новую планету с железными облаками открыли астрономы. Температура на ней настолько высокая, что облака там парят из титана и железа. Что еще нового в мире науки и образования, расскажем далее в программе. Готовность ростовских школ к учебному году проверяет Росгвардия. Защищенность от террористов и исправность технических средств охраны. Проверка работы систем комплексной безопасности к 1 сентября проходит во всех ростовских школах. Алгоритм действия оточен до автоматизма. Регулярно проверяется и работа частных охранных предприятий, то есть тех, кто обеспечивает безопасность внутри учебного заведения. В ходе учения особое внимание уделяется быстрым и слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны при срабатывании тревожной сигнализации. Круга задержания вневедомственной охраны Росгвардии находится в постоянной готовности вооруженные, экипированные средствами бронезащиты, готовые к выездам по сигналу тревога на объекты, в том числе на объекты образовательной сферы для пресечения преступных посягательств и пресечения нарушений общественного порядка. Детали АЭС начали создавать в Ростове. Лучшие рабочие и инженеры атомного стройкомплекса страны собрались на конкурс, чтобы определить самых лучших по профессии, и в итоге соберут мини-модель электростанции. В этом году в финале около 300 специалистов со всей страны и даже зарубежья. Это лучшие из 3000 участников отбора. Задания сложные, приближенные к реальным условиям. Выполнить работы на высоте, эвакуировать пострадавшего, построить модель сооружения объекта атомной энергетики в режиме реального времени, изготовить турбопровод. В общем, все то, что применяется при строительстве АЭС. Лучших строителей атомщиков выбрали в 15 номинациях. На сегодняшний день специалисты атомной энергетики на Дону – это одни из лучших в стране. Их компетентность, профессионализм отличается самым современным профессиональным требованием, международным. И то, что есть профессионализм, компетентность, добросовестное отношение к делу, инициатива – это очень важно. Донская сенсация в мировой археологии. В Аксайском районе археологи обнаружили каменные конструкции склепы, которые старше египетских пирамид на целую тысячу лет. При реконструкции дороги в Кургане раскопали погребения 4-го тысячелетия до нашей эры. В народе этот Курган прозвали Фигуринг, возможно, за счет необычной насыпи. Сейчас этот погребальный памятник не разглядишь. Половина уже раскопана археологами, и скелеты людей, пока неизвестных нам племен, увезены на исследование. А найденные в центре Кургана каменные круги претендуют на научную сенсацию. Это один из самых древних Курганов на Дону. Выявилось уже в июне, когда мы нашли целый ряд каменных конструкций, и в них захоронение начала 4-го тысячелетия. То есть это 6-тысячелетняя давность, это за тысячу лет на пирамиду. К чемпионату по компьютерному многоборью понятный интернет. Готовятся пожилые люди Дона. Во всех донских центрах соцобслуживания с 2011 года для них проводят курсы компьютерной грамотности. Работе за компьютером уже обучились более 20 тысяч человек. Как занимаются и что изучают, расскажем далее в программе. Как вы думаете, для чего пенсионерам осваивать компьютер? Слушать музыку своей молодости или переписываться с одноклассниками и сослуживцами? Да, все это, конечно, есть в программе, но важнее всего облегчить жизнь. Ведь когда есть компьютер с интернетом, оплатить коммунальные услуги и записаться к врачу можно онлайн. Еще одной важной темой, которую мы с вами будем проходить, это тема изучения портала государственных услуг. И в поисковой строчке, вот сейчас, как я это буду делать, вы напишите портал госуслуг. Все государственные услуги вы можете получать в электронном виде. Начинается курс с включения и выключения техники. Изучают новые, но в то же время известные слова. Рабочий стол, папка, файл, окно, страница. Затем изучение браузеров, поисковых систем, сохранение и скачивание информации, социальные сети. В Таганрогском центре занимаются по азбуке интернета. Программа составлена одним из операторов связи и пенсионным фондом. И расписание формируют на основе индивидуальных особенностей. Живем по принципу, хорошему медицинскому принципу не навреди, чтобы... Мы же понимаем, с кем работаем, да, это люди пожилого возраста, инвалидов. Может кому-то тяжело сидеть, у кого-то может быть режим питания, у кого-то там, да, конечно, все учитываем. Срок обучения здесь длится три месяца, два часа в неделю. Курсы компьютерной грамотности в Таганрогском центре социального обслуживания проходят на базе университета третьего возраста. Здесь помимо компьютеров танцуют арабские танцы, поют, играют в театре, учат английский язык и историю. Я узнала и по газете, в газете, приносят нам пенсионерам газет, и в газете была написана статья, что есть такие курсы, и поэтому я пришла сюда. С удовольствием хожу на эти занятия, с таким вот коллективом хороший подобрался. И вот, знаете, я с такого удовольствия получаю от этой красивой женщины, что у меня с удовольствием хожу. И все улыбаются, все ходят. Но я, конечно, не все понимаю, это, честно могу сказать. Но она насколько преподает доходчиво, все объясняет красиво, все с юмором. Я вообще-то сдалека приехала, я не местная. И общаться с дочерью, у меня дочь далеко находится, и хотелось бы, чтобы общаться с ней почаще. Ну и вообще быть в курсе, записаться как в врачу, как, в общем, узнать все новости, быть в процессе всей жизни в курсе. Анатолий Павлович ходит на курсы уже два месяца, а полученные знания закрепляет дома. Ищет в интернете советы и хитрости для садоводов, как ухаживать за виноградом, чем удобрять, бороться с болезнями растений. Говорит, сад процветает. Конечно, не все сразу получается, потому что нужен навык. Ну это примерно как вот, когда-то права получал тоже, рассказали в автошколе, как все, а когда сел за руль, уже немножко не. Ну и здесь же точно так нужен какой-то навык. Проявить себя и показать свои знания слушатели курсов могут на ежегодном областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пожилых людей. Лучшие представят регион на всероссийских состязаниях. Такие курсы может пройти любой желающий на безвозмездной основе. И хочу сказать, что на сегодняшний день это самое востребованное направление в работе университетов третьего возраста. Дорогие друзья, обратите внимание, сегодня нас снимает телевидение. И этот видеоролик, который мы сегодня записываем, мы сможем увидеть на сайте. Я написала «Дон 24 Ростов», нажала кнопку «Найти» и вот он во вкладочке открыт этот сайт. Прокручивая эту страницу, вы увидите здесь новостную ленту, последние новости и здесь будет наш видеоролик. Это была передача «Пусть меня научат». Программа для тех, кто собирается учиться, что, как известно, никогда не поздно. Встретимся в следующий понедельник в 20.30 на телеканале «Дон 24». Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».